Заседание проходит в музее Шолохова. За столом атаманы всех казачьих войск, федеральные чиновники и духовенства. Обсуждают как глобальные вопросы, стратегию развития казачества до 2020 года, так и частный. Конкурс названия лучшего кадетского учреждения. И вновь победное знамя уезжает в Белую Калитву, в корпус Платова. Они стали первыми в России. Получится, соответственно, денежную премию в размере 3 миллионов рублей. Переходящее. Переходящее знамя президента нашей страны. Это очень большая победа. Им придется непросто, потому что теперь ее надо удержать. Это еще сложнее. Сейчас в России больше 130 кадетских корпусов. Только на Дону в ближайшие годы откроют еще пять. А уже в сентябре этого года образовательное учреждение для юных казаков начнет работать в Орловском районе. Ростов является, безусловно, лидером в развитии этого вида образования. Приятно наблюдать. И активную позицию губернатора в этом вопросе выделяются. И серьезные финансовые ресурсы, и организационная помощь. В кадетские корпуса конкурс, как в престижные вузы. Такое образование, говорят родители, помогает лучше изучить историю родного края и вырасти патриотами. Казаки первыми подхватили призыв президента по сдаче норм ГТО. Второй слет казачьей молодежи собрал команды десяти войск. С понедельника по четверг проходят соревнования по семи видам спорта. Во вторник бегали на разные дистанции. Я уже стометровку пробежал и наклоны туловища вниз на станке. А за сколько стометровку? 12,8. Ну это не мое, так что вообще выполнял норму на золото. Участникам соревнований от 18 до 29. Это тот самый возраст, когда физкультура – необязательный предмет, как в школе или в вузе, но несомненно атрибут здоровья. Работающая молодежь, которая фактически ничем не задействована мероприятиями такого уровня, конечно, для них это большой импульс для занятий физической культурой, именно для работающего населения. Казаки защищают госграницу, участвуют в борьбе с наркотиками и охране природы. А в этом году они впервые прошли в составе Вооруженных сил России по Красной площади. За 70 лет казаки второй раз прошли по Красной площади. Это дань уважения всем тем казакам, которые защищали нашу родину. Это дань уважения и подрастающему поколению. В честь юбилея победы донские казаки прошли конным маршем от Волгограда до Севастополя, за что получили отдельную благодарность. Мария Индрикова, Станислав Фоменко. На Дону.